Итоги 2022 года для Исламской Республики мы подведем с иранским политологом Амиром Чихаки. Амир, здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. Действительно, мы наблюдаем очень тревожные сообщения из Ирана в последние месяцы. Что нам рассказали эти протесты о политическом режиме в Исламской Республике? Традиционно власти обвиняют внешние силы. И насколько в этом есть, по-вашему, доля правды? Насколько действительно внешние силы заинтересованы в том, чтобы демонстрации в Иране продолжались? Да, могу сразу сказать так, что между властью и народом огромный пропасть вообще находится. Можно об этом говорить. И государство в самом деле знает, откуда корни. Это неправильное управление в течение многих лет, много экономических проблем, ограничение по свободе совести, свободе стиля жизни. И это вместе создано такая ситуация, когда большая часть народа уже не хочет жить по-прежнему. Это главная причина. И здесь просто миф, если говорить о вмешательстве других стран. И почему так говорят? Потому что есть, может быть, маленькая группа, маленькая часть иранского народа, который еще поддерживает государство. Надо понимать, что, конечно, это есть. И дело обвинутых слушателей, если так говорят. Но могу сказать, очень много даже тех, часть людей, которые поддержали нынешние власти, уже критикуют. И критикуют смертные казни, критикуют подавление молодежи. И поэтому это просто, я думаю, никакого основания нет. В другом вопросе, уважаемый Руслан, если происходит беспорядок в одном государстве, это не может не радовать другому государству. Это ни о чем больше не говорит. Еще хочу сказать, учитывая национальности нашей страны, вопрос этический остается. Конечно, я не думаю, ни даже Союзской Аравии, ни Израиль заинтересованно, чтобы было непонятно дальнейшее развитие событий, когда, возможно, будут новые группировки, не дай бог, радикальные, которые будут угрожать вообще регион. Ага, Амир, а могут ли внешние игроки действительно как-то влиять на ситуацию в Иране, на иранское руководство? В частности, интересует, например, роль Китая, главного импортера иранской нефти, который в последнее время как-то довольно активно сближается с арабскими странами, в частности, Саудовской Аравии, которая является, по сути, главным геополитическим конкурентом Ирана. Очень хороший вопрос. Даже хочу сказать, об этом мало говорят. Или говорят мифически, как обвиняют вмешательства, или показывают, как будто никакой роли не играет, кроме говорить о правах человека. Давай разделим так, уважаемый Руслан, Руслан Джан, давай так. Китай, Россия. Россия, у России есть много проблем. Но понятно, что Иран, мы говорили раньше тоже об этом, что уже даже помогает России своими дронами, производниками и, возможно, даже ракетами. Но даже в Москве, если мы смотрим, отражаются протесты, как-то можно сказать, более-менее объективно. То есть даже государство телерадио России не постарается показать обязательно внешнее вмешательство. Но, конечно, уже не как на первых днях, но отражается более-менее, как есть. Но если говорим о Китае, у Китая есть очень много своих проблем, мы знаем. Но Китай может играть определенную роль по внутренним каналам с государством Ирана, потому что инвестиции 250 миллиардов в Иране, где неизвестно будет потом насчет государства управления, наверное, не очень разумно. Это факт есть, потому что вся экономика Ирана большую часть зависит от Китая. Я думаю, моя роль в Китае очень мало важна, и считаю, что это так и есть, повлияет. Тем более, последние позиции, когда мы знаем насчет поддержки, когда лидер Китая подписал протокол, где обвиняют СССР в вмешательстве в соседних странах, это было как шок для Теграна. Но я хочу сказать о другом еще. Давайте говорим о западных странах, говорим о том, что в СССР. И здесь я думаю, именно Запад может играть положительную роль для минимума улучшения ситуации насчет прав человека, освобождение почти, может быть, 20 тысяч арестованных демонстраторов, которые большую часть являются молодежью. И здесь почему это важно? Потому что Запад обязательно хочет контролировать Ирана для того, чтобы не было достижений, как они называют, ядерной бомбы. Но имеется интересный факт, что сказать о том, что Израиль, можно сказать, по существу не очень даже устно выступает. То есть они тоже не знают дальше, как будет, и занимали какую-то особую позицию. По отношению к войне с Украиной тоже занимали, но получается к Ирану тоже такое занимали. Очень интересно, это говорит о том, что в третьих странах, в других странах нельзя обвинять в мешательстве. И у меня последний вопрос, Агай Амир. Когда мы с вами общались примерно в октябре, где-то спустя месяц после начала этих протестов, вы предсказали, что будет нарастать уровень насилия, что, собственно, и произошло. Уровень насилия растет с обеих сторон, главным образом, наверное, со стороны властей Исламской республики. Что, по-вашему, мы можем ожидать в 2023 году как со стороны сотрудников правопорядка, так и со стороны демонстрантов, у которого, на мой взгляд, мы пока не увидели ни ярко выраженного лидера, ни какой-то четкой идеологии, которая могла бы условно прийти на смену режиму теократов. Да, у процессующих нет лидеров, нет лидера и нет идеологии. Они хотят жить по-новому, и что они хотят? Совпадает желание большего части народа Ирана. И, можно сказать, спад может быть уличных движений. Но надо иметь в виду здесь что-то важное. По всему Ирану продолжается демонстрация. По всему Ирану происходят протесты, когда соберутся отмечать панихида. Как вы знаете, у нас 40-й день отмечается. Каждый 40-й день сам по себе это призывы к освердливости, наказания убийц и лозунг против лидера Ирана. Но количество людей, которые выходят на улицу, нельзя сказать, что они были миллионы. Я считаю, нет точной оценки, но можно считать 500-600 тысяч человек по всему Ирану, это большая сторона, выходили на улицу и выходят. Но, чтобы произошло глобальные изменения, тогда, когда миллионы выходят. Это миллионы в домах сидят. Они не выходят на улицу по другим причинам. Одна причина, да, одна причина бояться в своей жизни. Мы понимаем, молодежь азартная, у молодежи нет ничего потерять. И более смелее это везде, по всему миру. Где демонстрация, где какие-то движения, в Париже там молодежь. Вторая причина важнее. Мы говорили о том, что будущего они знают. Вот именно. А что будет? 44 года назад тоже хотели сменить власть. А пришла такая власть. Но я думаю, в следующем году будет борьба уже другого качества. Я думаю, будут такие, как мы видим, выходить на улицу без хиджаба, просить за востовку, за то, что мало платят. Будут какие-то народные, можно говорить, протесты, не на улице. Я думаю, в следующий год будет год за востовом, который нельзя так просто подавлять. Это новый этап будет. Я не думаю, что за смертную казнь люди идут домой. Давайте так определимся, что формально они казнили просто по обвинению, нападению на так называемую полицию. Потому что это военноизмирование полиции, полувоенные под контролем КСИР, корпус Исламской Республики. Но это могут делать вывод и на них напасть. Понимаете, молодежь умная, можно по-другому. Поэтому, когда завастовка, это другая. Я ожидаю, это лозунг. Давайте завастовка во всему Ирану будет продолжаться. У государства будет действительно проблема с этим бороться. Это уже другое. Они будут, даже могут, вы знаете, могут быть такой ситуацией, что они за свою жизнь, за низкой зарплаты, за подражающие цен, они будут завастовать. Их не можешь обвинить, что они хотят сменить режим. Вот этот этап я ожидаю в следующем году. Сам по себе это предложение первого этапа. Спасибо большое, Агай Амир. Всего вам самого доброго и хорошего дня. Напомню о ситуации в Иране. Мы говорили с политологом из Берлина Амиром Чахаки.